всем привет и спасибо что снова настроились на мой канал я сегодня решила тряхнуть стариной и попробовать записать влог я уже этим не занималась очень очень много месяцев сбилась со счета но я решила что хотелось бы к этому вернуться я до сих пор очень люблю снимать люблю монтировать люблю придумывать обложки мне это доставляет удовольствие до хобби что-то такое чем я готова заниматься бесплатно ну и еще дело сегодняшнее число 14 октября и учитывая тот факт сколько людей сейчас находятся вообще без крыши над головой у которых нет возможности сесть машину и поехать куда-то на день у кого нет еды чистой воды нет каких-то медицинских услуг мне просто кажется это настолько несправедливым брать за должное все то что сейчас есть у меня поэтому я хочу просто делать вещи которые станут со мной как мои воспоминания не терять время не прокрастинировать и естественно быть благодарна и за то что у меня есть и сегодняшний блог и хочу сделать таким очень спокойным очень таким уверенным умеренным когда вы знаете что есть такой стержень и вокруг него может что угодно колебаться и волноваться но сам стержень просто стоит его невозможно согнуть и вот такое состояние сейчас я хочу себе развить и я думаю что принципе у меня уже это начинает неплохо получаться ну а чтобы не уходить слишком далеко разговорную тему потому что мне тут часто пишут комментарии что я постоянно отвлекаюсь но я не то чтобы отвлекаюсь это просто влог это просто мой день и поэтому я не знаю как бы на что что мне отвлекаться это мой день сегодня мы едем на море с ночевкой на выходные и это подарок мне на день рождения от сердца день рождения у меня было 21 сентября и погода была достаточно противная шел мелкий дождь было сыро и темно и обычно на мой день рождения погода всегда фантастическая не знаю что случилось 2023 году в этот раз но вот у меня такой подарок потому что я не хочу ничего материального мне абсолютно перестала интересовать материальный мир мне хочется каких-то новых впечатлений новых мест поездок опытов поэтому сегодня мы проведем день так если вам интересно и просто хочется какого-то спокойствия и определенности то присоединяйтесь ко мне сегодня я извиняюсь за бардак решила показать быстренько что сегодня с собой беру это всевозможные подзарядки моя косметика самое большое там большая косметичка который только можно представить потом крем я люблю себя держать где-нибудь в полке маленький крем чтобы когда я еду куда-то я всегда могла с собой взять маленький крем а не таскать большую банку но это понятно что зубная щетка у меня сейчас подзаряжается на данный момент потому что я зубы чищу как фанатик четыре раза в день еще и всегда у меня в косметичке лежит зубная нить это тоже маленькая зубная паста средства для снятия макияжа маленького не было заколка ну и одежда который мне понадобится я не буду менять одежду вот как бы такой минимализм посмотрим что получится раз несмотря на солнечную погоду сегодня достаточно холодно 12 градусов кажется все таки уже почти середина октября я решила обновить свою худи мне ее подарили на прошлое день рождения кажется да и все это время она мне висела в шкафу потому что когда мне появляется новая вещь особенно когда я не сама ее себе покупаю я и как бы не знаю как мне ее лучше приспособить употребить поэтому она может запакованная просто очень очень долго лежать и мне кажется что вот покупать вещи одежду людям которые стремятся минимизировать свои вещи это конечно немного рискованно потому что ты никогда не знаешь придется твой подарок по душе или нет но худи это такая вещь в принципе универсальная у меня их не очень много точнее ну да есть пару штук но есть любимая вот я ее купила 2015 году в риме и я в принципе не снимаю но нам не уже стало такой домашний а это значит такая будет более нарядная дукати как раз подойдет под сегодняшний ивент потому что куда мы едем сегодня там будет также выставка классических машин и музей вот ну естественно серджи уже выбирал мне подарок и он Продолжение следует... 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 Меню на завтрак. Полный английский завтрак, веганский завтрак, детский завтрак, багет, сосиска, тост, круассан или блинчики. Веганский завтрак, не знаю, что это. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всем доброе утро на том же самом месте. Мой подарок на мой день рождения 34 года, который случился в прошлом месяце, да это не важно. Сегодня наконец-то я его получила, вчера. Не знаю, зачем я это говорю, скорее всего, просто проблема в том, что я разучилась снимать влоги. Сказать мне, в принципе, нечего. Наверное, мне просто хотелось как-то прочувствовать эту атмосферу, вот, жить около моря, проснуться и видеть море перед собой. Все-таки это так необычно и интересно. Это первый раз, когда я настолько близко вообще ночевала к морю. Сейчас, наверное, полдесятого утра, и самое лучшее в этом всем, что мы приедем домой, и еще у меня будет половина воскресенья свободных, которых я могу провести как я захочу. Поэтому, наверное, есть в этом такая прелесть, что если куда-то ехать, пусть на одну ночь, но недалеко, и это тоже имеет огромный смысл, потому что вы не тратите столько много времени, денег и стресса на дорогу. Я, конечно, понимаю, что не все живут в Южном Уэрисе, где, в принципе, куда не поездят, а в течение часа вы так и так наткнетесь на море. Но все равно природа нам подарила леса, и горы, и луга, и мне кажется, где бы не остановиться, если вы именно на природе. Да и даже в больших городах есть своя прелесть, если это что-то новое, другое, не в своих привычных четырех стенах, а вот просто как-то почувствовать другое место, как живут другие люди, чем они дышат, что они видят. И это как-то расслабляет мозг, немного его направляет другое направление, что я говорю сейчас. Мне нужно, наверное, допить кофе, и тогда у меня как-то лучше пойдет ведение влога. Пока что я как-то очень затрудняюсь, но смотрю, как собаки бегают, как им хорошо, и, знаете, улыбка сама-самой появляется на лице, несмотря на то, что мысли мои, конечно, сейчас где-то в другом месте. Здесь очень много собак, и правда, что люди в Эльсе любят собак. В домашних животных так же, наверное, сильно, как и итальянцы. И кажется, что да, так бы ты не вышел утром на море на такую прогулку, если бы у тебя не было собаки. Потому что, в принципе, можно просто взять пачечку круассанов и остаться дома у телевизора. Но так как у тебя есть четвероногий зверь, которого нужно выгуливать, и тебе тоже хочется, чтобы он побегал и устал, и оставил тебя в покое, то самой собой приходится выбираться на природу. И ты просто, наверное, сам не замечаешь, насколько это нужно тебе. Тебе нужно выйти на солнце, тебе нужно погулять по свежему воздуху, тебе нужно подзарядиться вот этой энергией природной, утренней. Так что да. Жить около моря и не иметь собаку, это, конечно, не имеет никакого смысла. Я смотрю буквально пловцы, серфингисты и собачники. И я с тройковниками. Bye-bye, hotel. Караваны, домики на колесах. Хотим, наверное, без колес, но все равно. Это такие фургоны. Потому что около моря вы всегда найдете фургоны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok